День Героев Отечества Основы Нового Мира и создали Советское Государство, которым гордилась вся планета. Именно эти герои победили на фронтах Великой Отечественной, освободив планету от фашизма. Но всегда в этой жизни есть место и для ворам, коррупционерам и предателям. Именно воры и коррупционеры предали нашу страну в 1991-м. Именно они пустили на распыл богатство, которое создавал народ многие столетия. Именно эти мерзавцы подчинили нашу страну чужим заморским интересам за их деньги, за их взятки. И во главе с Ельцинами, Чубайцами и Гайдарами эта сфора 10 лет торговала нашей незаместностью и нашим достоинством. Это настолько перепугало, в том числе и мировой финансовый капитал, что на общихдовом собрании Всемирного банка Вульфенсон, президент этого банка, потребовал более жесткой борьбы с коррупцией. Почему? Сказал. Никакой рынок не может работать, когда можно любого скупить и любому продать секретную информацию. Тогда обратились к ООН в том, чтобы был учрежден соответствующий праздник и принят манифест. Президент этого банка прямо сказал, что коррупция – это рак, это препятствие для развития. С тех пор эта идея реализуется на всей планете. И во многих странах довольно успешно. Наша страна спустя 10 лет, в 2006 году, подписала конвенцию к борьбе против коррупции. Путин поручил тогда подготовить целую серию законов. И такие законы и планы были приняты. Но наша фракция делала эти попытки еще в 90-е годы. В 95-м и 97-м году мы все на Государственной Думе провели закон по борьбе с коррупцией. Но Ельцин его не подписал. Его шайка и его воры и жулики ему запретили это делать. Мне казалось, что Путин будет более эффективно бороться с этим злом и этим явлением. Но тем не менее, несмотря на то, что распоряжения приняты, планы составлены, законы подписаны, тем не менее, я посмотрел, как оценивается борьба с коррупцией. 180 стран оценены были в 2015 году. Мы были 119-е. Спустя 5 лет мы сейчас занимаем 139-е место. Фактически наша страна демонстрирует полную беспомощность в борьбе с этой проказой, этой раковой опухолью, которая не дает стране нормально развиваться. Вот сейчас взяли почти 40 всевозможных организаций, которые занимались развитием, и их собирают вместе, пытаясь выдавить того же Чубайца. Но этот главный вор и жулик вдруг оказался в президентских пенатах в роли посредника по устойчивому развитию. Надо назвать, что это посредник по устойчивому ограблению и воровству, потому что никаким другим опытом он поделиться не может. В силу того, что 12 лет руководя Роснана, никакого изобретения, никакого открытия, кроме огромных растрат, эта фирма стране не принесла. Я считаю, что торгово-промышленная палата, которая завтра проводит общероссийское обсуждение этой проблемы, поступила мужественно и правильно. Мы примем участие, мы высказуем свои предложения и еще раз обратим внимание на следующее. Если вы собираетесь эффективно бороться с коррупцией, то прежде всего надо утвердить 20-ю конвенцию резолюции ООН, которая требует, чтобы ваши расходы соответствовали вашим доходам. И если они не соответствуют, вы должны доказать, откуда вы взяли эти ресурсы. Мы пытались 20 раз провести это решение в Думе. Дума под руководством Единой России категорически не желает принять это принципиальное решение. Второе решение. Если вы наворовали, то надо у вас конфисковать имущество. Тогда будет реальная эффективная борьба. Ничего похожего. Наворовал, творит что угодно, размотал миллиарды и тем не менее ни за что не отвечает. Третье. Надо, чтобы все госпредприятия и чиновники, отчитываясь о своих доходах и возглавляя эти корпорации, получали соответствующие вознаграждения. Я посмотрел, как госкорпорации, начиная с «Газпрома» трудятся, они принесли в этом году большие убытки. Тем не менее, Совет директоров хапнул гигантские средства в качестве поощрения и награды. Я впервые встречаю, что в провальный год можно платить такие награды, откатывать себе в карман сотни и миллионы рублей средств, которые они практически не заработали. Еще одно исключительно важное условие борьбы с коррупцией – это контроль, это кадровая политика. Если у вас сидят вокруг Фурсинки, Ливановой, которые уничтожали наше образование, а мы опубликовали ее в «Правде» и в «Советской России», мое обращение ко всей стране и гражданам страны – обращение образования и безопасность государства. Прямо скажу, что это вопрос один из самых принципиальных. Если у вас не будет образованного населения, если ваша система образования не соответствует вызовам времени и научно-техническому прогрессу, вы не решите ни одной проблемы. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы вокруг сидели кадры, способные решать эти проблемы. К сожалению, хотя и Чубайс и Мишустин выдавили из своих структур, тем не менее, те лихие 90-е возвращаются к Рем, когда в ходе выборов вместо честных и достойных выборов снова втаскивают документы. И сегодня будут два документа, по которым надо заткнуть рот оппозиции, надо разогнать любой пикет и любую манифестацию, надо обложить вас данью всякими поборами, если вы вдруг открыли рот и заявляете о абсолютно справедливых требованиях. Еще раз обращаюсь к президенту. Вы обязаны ответить на наши запросы, которые мы подали по народным предприятиям. Ваше поручение о том, чтобы обобщить опыт народных предприятий Грудинина, совхоз имени Ленина, Казанкова и Усолья, Сибирска и Сумарокова, что Министерство сельскохозяйства выполнил. Мы показали великолепный фильм, как работают эти организации, где нет коррупции, где есть высокая зарплата, где есть полный пакет социальной заботы о гражданах, где они обирают детей, где помогают старикам, где, собственно, люди себя чувствуют уверенно. Мы настаиваем, чтобы этот фильм на 15 минут был показан на российском телевидении. Этот фильм показали в ходе конференции. Ее смотрела вся страна, в которой участвовали министры, губернаторы, руководители Министерства сельскохозяйства и наши депутаты. Но он не увидел ни одного кадра с этой встречи, обобщающей опыт, не дали ни на государственном телевидении, ни на общественных каналах. Мы настаиваем, чтобы люди посмотрели и увидели, что такое социальная политика, что такое честный труд, борьба с воровством и коррупцией. И еще одно. Сегодня в авангарде вывода мира из кризиса идет китайская экономика и Компартия Китая. Компартия Китая показала образец не только выхода из кризиса и борьбы с коронавирусом, но и борьбы с коррупцией, преступностью и бандитизмом. Там не отменяли смертную казнь. Там даже те очень крупные начальники, которые проворовались, ответили по закону сполна. Наших молодых талантеевых руководителей под руководством Кириенко учат новым формам. Их отправляли в Малайзию и Сингапур, где они изучали опыт современных реформ. Так вот, хочу всем напомнить легендарный Ли Куан Ю, который написал классную книжку, как он из заштатного небольшого государства превратил их в витрину современного мира и современной Азии. Когда его спросили, как вам удалось одолеть во многом и коррупцию, он сказал, «Народ мне поверил только после того, как я своих воров-дружков засадил в тюрьму и поставил к стенке». Вот если собираетесь всерьез укреплять позиции страны героев и патриотов, а не жуликов, воров, проституток и вздаивцев, тогда начинайте борьбу в соответствии с законами. А эти законы должны отвечать интересам большинства, а не лихим 90-м. Тогда можно будет и снова праздновать во всеуслышание День Героев, потому что это будет героический подвиг, в том числе и нынешней нашей власти.